Здесь спрашивают, на кой основе и как объединять российские движения? Вы знаете, здесь вопрос весьма такой сложный. Почему? Потому что, говорят, готовы объединяться, на чем объединяться? Понимаете? Для того, чтобы объединиться, у людей должен быть общий фундамент, общее понимание. Если не будет общего единения, общего понимания, это не объединение, это фикция. И я вам приводил пример, когда один мой знакомый писатель, Иван Сергеев, показывал свои фильмы своим друзьям и знакомым. Они смотрели фильм, все дружно плакали, их душа затронула. А потом, после фильма, один из них ведись, был другой коммунист, третий, четвертый, и начали драться между собой. Но заметьте, перед этим все дружно плакали. Так вот, польза такого объединения есть, когда каждый будет тянуть, говорит, что я прав, а ты дурак? Это лебедь, рак и щука. Поэтому я и сразу сказал, что вот когда соборы были, первый, второй, вот я изложил в своей книге мировоззрение, это не мое личное. Мое личное, это я расписываю в своей автобиографии, и то часто они только лично затрагивают, так? В книгах я излагаю мировоззрение, понимание происходящее и так далее. Вот объединятся могут только люди, которые резонируют, которые согласны с этим, которые чувствуют, что это для них правильно. Вот в этом случае объединение возможно. Во всех остальных это иллюзия. Или, знаете, сделать систему, как было в партии большевиков, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это не объединение, это фикция. Страхом заставить людей делать то, что нужно правильно, с чьей точки зрения. Можно, но будет ли это эффективно? Я считаю, с моей позиции такова, что не нужно заставлять человека делать что-то силой или навязать ему. Человек должен понимать сам, вот когда он поймет сам, и когда он будет понимать, зачем и почему он это делает, вот тогда он будет действовать. Вот такое деяние имеет смысл. Все остальное профанация, это мое мнение. Вот наша задача движения, пропаганда и так далее, и так далее, заключается в том, чтобы именно у людей возникло понимание. Вот когда каждый человек будет понимать, почему он должен делать вот это, а не вот это. И он уже будет сам брать ответственность за свое действие, понимая, я действую так, потому что вот это так и так. И я понимаю ответственность за свое действие, и я это делаю сознательно. Вот тогда это будет польза, тогда это будет действительно эффект. А все остальное, вы видите политические движения, другие что они творят, не нужно объяснять, да? Польза этого никакой, с моей точки зрения. Следующий вопрос. Отсюда. Вопрос. Зная, что наши предки раньше не питались едой, а употребляли воды на травах, так вот, как говорят, что есть люди, питающие праны, но я, к сожалению, таких не встречал. Я тоже лично не встречал. Мне я встречал одного человека, который, было вру, встречал в 80, не 80, а это был 90-й год, да, в 90-м году, встречал одну женщину, которая заставляла насильно есть, она несколько месяцев или полгода не ела ничего. Но, понимаете, большинство таких людей, как ни странно, вампиры. То есть, они просто начинают откачивать энергетику из окружающей. То есть, не сами переваривают пищу, а просто берут, как говорится, энергию от тех, кто делает для них. То есть, откачивают, им не нужно больше утра есть, и таким образом они, как говорится, называют себя питающими праной. Поэтому нужно ли это? Конечно, в принципе, любая пища – это живый организм, хотим мы того, не хотим, включая и растительные тоже, потому что почему-то растительную пищу все относят, это можно есть, а вот животная пища – это преступление, это живый организм и так далее. Растения такие живые организмы только другого по своей структуре, как и животные организмы. Поэтому мы вынуждены есть и те, и другие, потому что если мы не будем делать этого, мы погибем. То есть, это естественный процесс, плохо, хорошо, то просто второй, но живая природа может существовать только так за счет потребления органики, которые, допустим, животные организмы, растения сами получают, а животные организмы сами получать не могут. Поэтому пока такого уровня человек не достиг, когда он может получать все нужное, минуя питательный процесс, это необходимо. А что будет человек кушать, какую пищу, опять-таки нужно слушать свой организм и не более того. Потому что очень много людей, которые становились витарианцами, особенно дети, которых, начиная с рождения, питаются только лишь растениями, это уже факты, не мною придуманы, эти дети отставали в развитии умственном, физическом развитии и больными развивались. Поэтому, к сожалению, человек формирован, это всеядное существо, ему нужны как белки и вещества органического, животного происхождения, так и растительного происхождения. Поэтому, по поводу еды, а большинство питающихся праны, к сожалению, являются вампирами, к сожалению. Следующий вопрос. Ну, во-первых, здесь вот вопрос забавный, просто действительно ли, кажется, пшеница отрицательно влияет на шишковидную железу, блокирует третий глаз, если я правильно прочитал. Ну, во-первых, скажем так, третьего глаза, в том понимании, как понимается, в эзотерике, многие понимают, что третий глаз существует, там, шишковидная железа, которая выполняет функции третьего глаза. И многие даже рисуют третий глаз во лбу, считая, что это символ. Так вот, объясню, что третий глаз – это образ, который состоится. И когда рисовали здесь третий глаз в виде глаза, это просто символически обозначали, что данный человек вышел на уровень видения мозга, другому качественному уровню. Даже два наших глаза, первые два глаза, скажем так, почитайте, кому интересно, это сущий раз в первый том, где описываю природу видения. И там четко станет ясно, что то, что мы видим, есть то, что наш мозг воссоздает коллограмму реальности, но не отражение реальности в том плане, как мы привыкли понимать. Потому что до оптических зон коры мозга доходит не картинка, а происходит перераспределение ионов в нейронах мозга, которые отвечают за зрение. Ну, в двух словах ты мне расскажешь, кому интересно более подробно почитать это. Потому что там очень красивый и прекрасный. И когда мы видим, то есть наш мозг воссоздает образ того, что получилось, то есть воссоздает копию реальности. Но когда мы имеем третий глаз, этот человек, уже не используя органы чувства такого плана, получает информацию напрямую в мозг, ее мозг обрабатывает и выдает в тем или иным виде. Поэтому, так сказать, когда говорим, что влияет на шестковидную железу, шестковидная железа в полном смысле, в том плане, как видение на другом уровне, имеет очень косвенное отношение. Поэтому рекомендую избавляться от влияния, так сказать, восточность, влияния течений, учений, которые в основном слышали звон, да не знают, где он. Потому что большинство людей, к сожалению, не могут так кого-то. Следующий вопрос. По просьбе, вот как мне поступали раньше, значит, для тех, кто желающий, так далее, значит, снятие блокировок, помощь блокировки, снятие курения, алкоголя и так далее, кто желает. И сначала для женщин, тут уже приходили письма, что после телегонии, аборта и так далее, последствия. Значит, сначала для женщин сделаем такой исключительный момент. Просьба всех женщин, кто желает помощи в этом плане, настроиться. Сейчас я поработаю по этому направлению с вами. Именно кто желает. Готовы? Готовы? Ну вот. Ну а теперь для всех, кто действительно хочет там крещение, блокировки крещения, тому подобное. Да, еще спрашивают часто в письмах, вот когда просматривали, прослушивают записи выступления, снимались ли у тех, кто прослушивает те же самые блокировки крещения, снятие блокировки крещения и так далее, и так далее. Да, здесь это тоже происходит, просто можно не в такой степени, как для тех, кто присутствует, потому что при записи не все фиксируется. Так что даже многим людям, которым достаточно прослушать, тоже кое-что довольно-таки сильно действует, для многих это поможет тоже. Так что, чтобы знали, кто, если послушали, они слышали об этом. Хорошо. Поехали теперь для тех, кто хочет курение, алкоголь помочь и так далее, и блокировки другого крещения, тому подобное, снятие. То же самое. Если готово, то сейчас приступим. Ну вот. Надеюсь, что вам поможет, в крайней мере, может не всем, но многим. Значит, наша сегодня встреча с вами прошла к концу. Я хочу пооблагодарить всех вас, кто сегодня пришел. К сожалению, опять-таки, не все вопросы еще были отвечены. Не всем мои ответы понравились, но всем угодить невозможно.